Дело в том, что сейчас у него сессия городского сайта депутатов в районе, сейчас на сессии, и я предлагаю Элису Артемову Янушеву о стратегии на базе тех материалов, которые славят, сейчас мы все видим, рассказать об этой сессии, о трансформации культуры населения после проведенной работы в городе, в частности, на примере городов и публики Атанстан, Казань, Нижнекамск, Амельск, 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 Амельск. Мы уже изучили мировой опыт, мы понимаем, что вопросы легальной мобильности не решаются только созданием инфраструктуры. Количество велодорожек, даже грамотно проложенных, еще это только лишь половина успеха. Вот как мотивировать людей, чтобы они эту инфраструктуру использовали, использовали регулярно, использовали с пользой для себя, для города, для работодателей и для других стейк-холдеров, заинтересованных сторон, это большое искусство. Мы за период сочетания союзов и успехов проделали много мероприятий и, подметом проб и ошибок, нащупали несколько инструментов. И при этом, конечно, как общественная организация, мы делали работы на любительском уровне, делали это на волне энтузиазма. У нас большая история. Я просто кратко обозначу, что уже 14 лет подряд мы проводим дело-марафон предпринимателей по городам, не только республики, но и соседних регионов, куда привлекаем предпринимателей. И в местах остановки проводим дело-проследительские мероприятия, ну и еще мероприятия, связанные с мастер-классом, с родителем менеджмента, проектирования, процессов и так далее. Но в основном мы, конечно, подаем пример того, чтобы с помощью этих мероприятий открыть глаза людям на возможности происшествия. В наших командах участвуют и молодые люди, и люди, которым далеко за 60, и люди с небольшим доходом, и даже миллиардеры. И, в общем-то, вот эта такая практика, она нас подполагнула к тому, что мы увидели запрос в городах, а то мы хотим тоже, чтобы в наших городах было побольше дела вовлеченных людей. Инструментов очень много. Ну, самое начальное, это, конечно, привитие навыков, делоспектно-грамотности деятельности школьников. Вот здесь присутствуют представители системы образования, когда детей с самого начала, как в городе Нижнекамске, обучают основам безопасности дорожного движения, правилам, которые в отношении делоспектно-грамотности меняются достаточно часто. Там могут загрегаться, как для ревизии, потому что даже этот кикшеринг, самокат, он вызвал кучу спорных моментов, когда города от активной поддержки перешли в политике сдерживания, потому что культура использования инфраструктуры оставалась опасной, вы знаете, да, там самокат катаются вдвое, катаются в интернет-состоянии, катаются по всем возможным, невозможным участкам, вплоть до, значит, закрещенных мест. И все это, в общем-то, относится к тому, чтобы к инфраструктуре надо привязываться к состальной воспитательной, образовательной составляющей, к идеологическому составляющему наш канал. И у нас есть понимание того, что эту деятельность нужно проводить системно, желательно в рамках муниципальных программ для развития инфраструктуры, где бы комплексно были вовлечены не только департаменты и полком, связанные с созданием инфраструктуры, но и, конечно, управление образованием, в том числе использовать возможности системы здравоохранения, чтобы они тоже относились к этому явлению, к процессам развития, как к средствам профилактики заболеваний. Это, конечно же, взаимодействует с ГИБДД, потому что разная политика, невзирая на одно правовое поле, политика реализации отношений к участию к средствам инфраструктуры, она отличается в городах от приветственной до жестко запретительной. И такое даже мы встречали. Поэтому здесь очень большая работа связана с PR, GR, с публикациями средств массовой информации, с привлечением лидеров общественного мнения к нашим мероприятиям. У нас в Казани очень хорошо себя рекомендовал казанские «Велоночи», которые собирали в лучший пиковый момент до 8 тысяч участников. Это большое культурное событие в городе, когда приезжали с ближайших и даже дальнего зарубежья, исследовали город не только с точки зрения инфраструктуры, но и культурных каких-то моментов. У нас каждая «Велоночи» имела тематическую направленность. Мы посвящали ее то вопросам авиастроения в Казани, то вопросам спортивной инфраструктуры, универсиады, меценатов, купцов. Мы наполняли культурным и историческим содержанием, и это всегда дает большой эффект, потому что люди получают два в одном – и прокатились, и культурно-духовно обогатились. У нас понятно, что в этом отношении важно поддерживать такой инструмент, который сейчас невозможно сходить в социальные сети. Это работа в местных делах сообществ. Я очень благодарен, что вы пришли. Мы хотели бы тоже вместе с вами разработать эффективную политику ведения социальных сетей, для того, чтобы она была согласованной, стратегически выверенной, давала бы возможность совместно с игроковой администрацией, с другими заинтересованными сторонами, работодателями, меценатами, спонсорами этих процессов быть едиными и эффективными. Я думаю, что здесь можно говорить очень много, но есть инструменты, мы готовы их представить городу, и уже на нелюбительском, общественном уровне, а строго в соответствии с понятными технологиями разрабатывать план вовлечении граждан в этом идеальном обиде, с тем, чтобы добиться определенных целей. Я думаю, что для городов третьей полосы России постановка задачи, что от одного масштаба 1-2% показатель идеального обиде, что в городах Татарстана это может показать, может быть, 5 и даже 10%. То есть все 10% трактовых перемещений делают велосипедными. Соответственно, состальные экономические эффекты, они кратно возрастают. Мы это увидим на примере того, что будет снижаться заболеваемость, будет уменьшаться загрязнение воздуха в городе, будет больше психологических, позитивных эффектов, потому что здесь тоже есть очень четкая корреляция, чем больше двигаться, тем больше социализировано. Так что я тоже предлагаю этот инструмент не упускать из виду и двигаться в направлении, в стратегическом направлении развития модельной мобильности в комплексную инфраструктуру, вернее, изучение, анализ, аудит, социология, в создании инфраструктуры и вовлечении людей в эти процессы с поддержкой и мониторингом достигнутых целей. Спасибо.